Соскучились? Да, мы тоже соскучились, потому что, конечно, время движется вперед. И мы готовы начать очередной выпуск Humor News. Для чего? Для того, чтобы, опять же, расставить все по полочкам. Я сегодня надел очки в поддержку своего товарища. Вот, конечно, потому что вы сейчас сами все узнаете. Я сегодня просто в окружении замечательных, красивых, уже приятно пахнущих цветов. Выйдите на улицу, подышите воздухом, там реально их очень много. У меня тоже. Вот в таком составе мы сегодня открываем Humor News. У нас есть Таня. Тяна. Таня, Татьяна, Танюша. Таня, Татьяна, Танюша. В конце концов. В конце. Вот. И, если уже... Вот. И, внимание, все думают, куда делись очки. Очки перешли на меня. Вот. Да. А если говорить про выигрышные очки и набранную сумму баллов, то они все перешли к Лили. У-ху! Ну, привет. Привет, привет. Как дела? Хочется сказать, конечно, здорово, Наташа, но... Здорово, но не Наташа. Здорово, Наташа. Не то поездом, не то русским кораблем... Ой, пердон, просто кораблем в горы. Я смотрю, очки, тебе оставил. Тебе хоть что-то оставила. У меня только пустое место. Ну, я считаю, что как бы там не пустое место. Там, на самом деле, очень тепло. Илья, смотри. Значит, я вообще, как бы, у меня получилось даже сгореть. Я просто специально оделся. Я думал быть раздетым, но мне сказали, что... Тензура. Да-да-да, чтобы это... Не приходил, не размачивал своим фейком. Да у меня ты, Бронза. Смотрите, значит, где я был. Я буквально на день вырвался, и я вам скажу, что это крутая история, вот такое маленькое приключение. Я вырвался в Констанцию, в Румынию. Значит, таможни проходите шикарно, ровненько. Через Уанча вообще прекрасно. То есть, там не такой большой поток машин. И, ну, по мне, я все-таки вот кайфую от вот самого вот этого ощущения атмосферы Евросоюза. Как ни крути, то есть, там как будто немножко другой мир. То есть, там вот очень много какой-то вежливости, красоты, море. Вот. И после того, как мы открыли украинский бренд ресторанов, не буду его называть, то есть, Украина теперь расширяется. Они открыли один ресторанчик у нас, один уже в Румынии. То есть, им как бы это не... Ну, не страшно. Они идут дальше, они расширяются. И я вам скажу, что жители Констанции и вообще, как бы, вот, румыны, насколько мне казалось, что они избалованы морепродуктами. Ну, то есть, у них же они в Дону. Они удивлялись. Они удивлялись и морепродуктам, и ценам. И я был там таким связующим звеном, потому что 70% персонала это из Украины. Вот. И у них хорошо налажен, скажем, английский язык, да, вот. Но в то же время, как бы, нужно было пару мостей. Мать, ты на машине поехал. Молдавские поезда до Констанции еще не ходят. Молдавские поезда до Констанции еще не ходят, но машины ходят. И при хорошем водителе, и выспавшемся, самое главное... Ну, ладно. Пока он тут хвалит Констанцию, мы будем хвалить поезд Кишинев-Бухарест. Вот, ребята, большие молодцы. Конечно, вот что-что. Это мы еще успели посмотреть. Финалу, теми финала. Что тебе тапили? Я похожа на человека, кто-нибудь сидит. Но я спрашиваю, ну... Нет, ну, мне кажется, Ленечке сразу очень важно получить весь список. Я посмотрела, естественно, посмотрела выступление наших ребят потрясающее. Они подняли зал, сразу было видно. Там энергетика даже через экран переливала. То есть танцевали все, по-моему, дома тоже мы все танцевали в этот момент. Вот. И украинцев, мне тоже очень понравилось их выступление. Хорошее пение было, вот. А, в принципе, я не любитель Евровидения. Я обычно включаю только, когда наш выступает. И второй раз включаю, когда идет голосование. Да. И третий раз уже посмотреть, как там... Как там наши. Как там им чай хотя бы предложили, постель брать будете. Да, на самом деле результат действительно очень хороший, потому что, в принципе, внесли... Есть книга рекордов Евровидения. И здесь... Это не фейк, это реальная новость. Я так понимаю, что с дубы попали в эту книгу, потому что они уже третий раз участвуют в финале. То есть, вот и... Да, они третий раз всего на Евровидение и сразу... И третий раз выходят в финал, что, в принципе, не распространенное явление для этого конкурса. Ну, мне вообще цифрика 7 как бы нравится. То есть, седьмое место мне очень хорошо. Хотя... По телеботингу и, так сказать, приз зрительских симпатий, как сказали. То есть, это вот... И это реально, ну, прям реально... И у нас есть новая суперзвезда. Не знаю, как вы, в наших кругах все теперь, так сказать, делают ставку на Рыжика, то есть на гитариста из дубов Святослава Старуш, который вот там, так сказать, является ключевой фигурой, которая зажигает, падая вниз, играя соло на гитаре, зажигает вот эти вот, да, наши красивые декоративные истории. Честно скажу, понятное дело, что конкурс конкурсом, там есть свои... Ну, антилидяфон. Да, да, да. Но с точки зрения того, как Молдова представлена в глазах жителей Европы и всего мира, и вообще, как о ней узнают. То есть вот это круто, да, то есть узнают вот прям через какой-то... Ну, не знаю, у меня бальзам на душу, то есть у меня гордость. Сун мундру, вот так вот. Сун мундру к вам доскутаич, не репрезент. Да, ну да. И говорят, кстати, возросло количество желающих ездить этим поездом. Мой товарищ, коллега, вот, он, даже не зная румынского языка, да, серьезно, он купил билет, и он отправился на этом поезде, чтобы просто вот на один день туда-обратно испытать эти эмоции. Пользуйтесь услугами Молдавской железной дороги. Помогите нам ее вытаскивать и улучшать. Да, но я так понял, что там что-то случилось. Ну, это был, это был скандал. Ну, какая свадьба без драки, в конце концов, без мордобоя? Какой конкурс без разборок? Ну, так, если там поехали, извините меня, целая братва, братва Адвахов, да, да, то есть с дубы подкрепили себя, взяли хорошую, так сказать, крышу. Что там случилось, Теана? Да, проблема, азов-мотив, который осторнит тот скандал, это было, что появилось, что проблемы технические, когда Румыния требует анонсить votы для Республики Молдова. Счика, это вот это что, там, блядь. Счигэм. Счигэм. Счигэм урс. Счигэм, че. Счигэм, че. Счигэм, че. Счигэм. Счигэм, это Маркус, презентаттория ТВР, а publicат по Instagram регистрация по-акестному момент и экспресия ей «НУ КРЕД». What? «НУ КРЕД». Деще, «НУ КРЕД». что, когда презентатур Мико анонсал телевизионное в Романии, у них есть проблемы технические, что, в самом деле, это не вероятно. Я думаю, что это было. Я думаю, что это было. Там пришло почти до дипломатического скандала, потому что в Романии началась волна протеста. Как это мы не поддержали молдоване? Мы не дали им ни одного балла такого быть не может. Жюри пришлось оправдываться и объяснять. Правда, мы им дали 12 баллов. Но на Евровидение поменялись правила, и вот теперь в рамках борьбы против голосования за страны-соседей, чтобы не было геополитического выхода в итоге, они, значит, начали таким образом. И вот аннулировали голосование Румынии за Молдову. Эти 12 баллов мы не получили. И 6 стран таким образом лишились своего профессионального жюри голосования. То есть это была Румыния, Грузия, Азербайджан. Георгия, Монтенегра, Полония, Румыния и Сан-Марина. Да, я уже думаю, что из 12 баллов, знаете, как по закону, там 40% налоги, то есть поэтому как бы из 12 баллов у нас остается просто где-то 6. Вот, да. Но, тем не менее, я думаю, что это все равно дало сейчас новый всплеск эмоций и внимания к нашей команде и к нашей стране. Я не знаю почему, но мне кажется, что этим летом иностранцев у нас должно быть достаточно много, потому что сюда все летит, все едет. Ну, то есть я имею в виду летают, мы рядом. Ну, не все, только с запада, с востока пока мы не принимаем, но там свои вопросы. Зато в результате встретились министры культуры, мы вдруг вспомнили, что у нас есть культура и что она очень похожа. И что у нее есть министр, да? Наш министр культуры с румынским министром культуры, что они там обсуждали? О, ай, партий мутилук. Спасибо. Вот так вот, коротко говорят, и так вот состояла встреча двух министров. Значит, встретился министр культуры Республики Молдова и министр культуры Румынии. Что обсуждали? Итак, сводка за последний час. И я представляю, как ну кред, да, вот это вот. Ну кредка саунтелни, да. Вот. А не, немного обсуждали, даже не стоит заморачиваться. Потому что это вот. Да. Там реально вот так вот делали. В том числе они Евровидения. Копать и копать, знаете, да. Они, по-моему, и Евровидение тоже обсуждали. Говорили, не может быть. Мы там, мы любим друг друга, фрать, фрать. И вообще, наверное, потеряет смысл участие в этом конкурсе, если они дальше будут так себя с нами вести. Ай-яй-яй, нехорошо. Мы еще поговорим с теми, кто организует Евровидение. Это в двух словах то, что происходило. Кроме того, все-таки мы действительно братские народы. У нас есть общие совершенно культурные традиции и праздники. И в том числе они обсуждали досье Марцишора ЮНЕСКО и другие совместные досье. Потому что Марцишор – это наш общий праздник. И мы хотим, чтобы он все-таки сохранялся, несмотря на глобализацию и многие другие процессы. Да, да, я просто, вы говорите Марцишора, я буквально единственный историст, который записал ночью, приехав из Констанции, это я посмотрел на себя в зеркало, и я понял, что я сверху сгорел, а поднимаешь руку, а у тебя под подмышкой полностью белая рука. И я понял, что этот загар я так и называл для себя, как бы, это загар Марцишор. И за это время, пока мы с вами не виделись, ну я-то с вами в этой программе вообще никогда не виделась, но ребята… А нам так хорошо такое ощущение, что всегда было тут, знаете, секретные файлы открываем. Уходим от одного дипломатического скандала Евровидения к другому, который чуть не случился, потому что у молдавских депутатов возникли трудности перевода. 5 мая Игорь Бросу был в Киеве, ездил в Киев, встречался со своим коллегой-председателем Украинской Рады, после которой были сделаны ряд заявлений, и в том числе господин Степанчук, представитель Украинской Рады написал на украинском языке в Фейсбуке, как он оценивает визит господина Гросу, насколько он был полезным. Так вот, фейк случился дальше, потому что у Фейсбука есть такая функция – автоматический перевод. Он не всегда правильный, мы вас еще раз предупреждаем, что он не всегда правильный. И вот этот автоматический перевод полностью изменил смысл, сказанное господином Степанчуком, который, в принципе, сказал, что мы обсуждали поставку оружия в Украину, помощь в разминировании освобожденных территорий и транзисции через Республику Молдову. В то время как депутаты от партии социалистов, Влад Батренча, вышли на брифинг на второй день и сказали, что Молдова обсуждала с Украиной обмен освобожденными территориями и поставку оружия. Я понимаю, что трудности перевода в этот момент сыграли, большую такую свинью подложили господину депутату, который не хотя сделал фейк-ньюс. И, так сказать, раздул, понимаете, вот раздул. Поэтому вот для этого и существует этот проект, наши все зрители сейчас, интернет-зрители, что вы все-таки включали какую-то определенную логику и свое сознание и понимание всей этой ситуации. И, конечно, нам очень удобно. Мы стали вообще в последнее время такими юзерами. То есть мы привыкли сейчас только получать, поэтому мы даже уже не заморачиваемся в поиске каких-то правильных слов или правильного перевода, как говорит Лилия. То есть нам, так сказать, по версии Марка Цукерберга перевели и все нормально. Но действительно брать это за основу и цепляться за слова и выводить это все на такой политический уровень и сразу же с этой арены вещать, то, конечно, это действительно фейки. Это может потом просто привести к невероятным последствиям, от которых не хочется очень сильно прибегать, прямо вообще очень сильно. Поэтому, пожалуйста, уважаемый Влад и все, кто прибегает к таким вот опциям, перепроверяйте, перепроверяйте. Смотрите нашу программу просто. Вот мне кажется, берите новости от нас, мы вам дадим их. Правильные уже, так сказать, упаковочки в форме и контенте. Не, но у меня вопрос. А как можно было вообще поверить в этот перевод? Ну, как можно было поверить в перевод? Обсудили переброску военной техники, оказание помощи во неосвобожденными территориями. Ну, это же нелогично совершенно. Какими освобожденными территориями мы можем обмениваться? Тут же понятно, что занимая такую должность, ты должен убедиться в правильности перевода, да, и переспросить и получить официальный ответ, что ж там было. Ну вот, опять же, нужен всегда официальный ответ. Ну, я знаю одно, что как бы вот есть огонь, его можно поддувать, его можно раздувать, его можно гасить. То есть, как бы вот, поэтому если есть сейчас какое-то вот это вот, так сказать, пламя горящее какого-то определенного даже потенциального конфликта, то нужно с ним быть очень аккуратным, потому что любая вот такая вот провокация или там случайно вместо воды керосин понимает, что это даст совершенно обратный эффект. Ну, надо, я не знаю, у меня нет объяснения, как можно, будучи в таком статусе и в такой политической должности, ну, то есть вот брат просто, знаете как, ну, как вот мы вот встретились бы за пределами этой студии, да, и вот просто там напускали бы каких-то сплетен, а вы потом, Тиана, взяла бы эту сплетню и такая как бы, слушайте, вот сейчас смотрите у нас супер новости. Вышла бы на радио выпуска новостей, Андрич Лавы. Да, 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 говорит, слушайте, представляете, а оказывается семечки подорожали, потому что бензин дорогой, да, как бы вот, и я теперь их не ем уже лет. Ой, без бензина каилок слабо у меня, вот тирок сумас. Это еще что, я вам скажу, в Евросоюзе он еще дороже, и нам пришлось заправиться, и я плакал и заправлял. Я вот так вот стоял, держал и плакал, я последний раз так стоял, держал, ну, когда держал и плакал, это было холодно. Так, окей. Майк, мастер позитивных новостей. Ой, девочки, есть такой анекдот, наверное, расскажу я вам его за кадром, потому что по поводу статистики. О роли соцсети, фейк-ньюсов и пропаганды во второй части, я так понимаю, будет вам рассказывать другой человек, не я. Атреля и Илья. Да, у нас сегодня кастинг на Наташу, да, понимаете. Нет, не нул дэм. Ну, честно говоря, иногда мне кажется, что некоторые вещи, которые я читаю, на трезвый голову написать совершенно невозможно. Ну, просто адекватный человек, понимаешь, адекватный человек, получивший образование, он не может такое писать. Ну, в принципе, это невозможно. Ну, честно говоря, мне кажется, что это прям какое-то креативное агентство. Где-то есть, думаю, что у каждого портала есть свое креативное агентство, которое прям специально создает какую-то... Больше яду название такое. Да, 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 какую-то такую креативную фейковую новость, что ты вот сидишь и думаешь, что? Ну, то есть там, не знаю, я сейчас не знаю, что мне в голову там приходит, типа там, не знаю, голуби-убийцы, понимаешь, или которые прям гадят специальным каким-то вот прям раствором, понимаешь. Да, да, имагинация. Так оно и есть. Ты что, не помнишь новости про биолабораторию на территории Украины, где птиц... Так, я такого голубя вчера ночью видел, мне так и показалось. Думаю, ночью голубь на дороге. Я тебе сегодня другого голубя покажу, тоже неадекватный. Он неадекватный. Неадекватный ночной голуби. Ну, ты врачи, да. Может, я где будешь этого, это? Кэллипишу царит. Ааа, ну, шту, даку бау от динцово 38 стикле, которые уфоста экстрасти, а у дусе, у дусе, у душе стрикате, немичите. Так, так, так. Pentru că афорда пистат, да, плумб, crescut, ca доза, в ам, астетистикле, де алкол. Brand-у, дин пакате, нумо се минь очень важна. И е очень curiosно. Де че? Де че ма суми, ничи? Потому что мы помним о том, что у одного магазина производителя мяса, который тоже был ломан в прессе, потому что лица экстраса из магазина мяса, что-то новое, не было стандартного производства для людей. Просто мясо уже начало разговаривать, как вы заберете меня скорее. Уважите за 100 мари. И здесь был запрещен уровень пламбы, от 0.3 до 0.4, и алкоголь метилик от 1.3 до 1.22. То есть если это просто 40 градусов не вставляет, надо добавить немножко свинца, чтобы наверняка. Но я вам скажу это... Да, я хочу работать в агенте АНСА, как вы делаете тесты? В лабораторе. В лабораторе. А, не дадите кулаку, пипетка. И даже не на запах. Ну то есть можно было бы, конечно, организовать какую-то вечеринку в последний раз, но... Апропо, мы промываем консумы модератора алкоголя, вырог фрумас, а ведь грижа. Что консумать, где консумать, скажи информации, скажи алкогол. Да, берите пример с нас. Мы адекватные люди. В этом плане, что мы адекватные люди, не к тому, что, посмотрите, мы перед эфиром всегда только качественные. Нет, нет, мы нормально адекватные, и в очках, и не поэтому. Слушай, ты пьешь и мне не говоришь об этом? Нет. Честно скажу. Нет, Лили, если говорить фактически сейчас вот, без, так сказать, транслейтера из Фейсбука, то Лиля права. То есть если я сейчас дословно переведу, что она спросила, то в принципе, когда я пью, я Лили не говорю. Ну то есть как бы это не фейк. Это правда. То есть так оно и есть. Честно говоря, я многим не говорю, когда я пью. А когда я много пью, я уже не говорю. На самом деле наши страсти разгорались за это время везде. То есть прошел 9 мая. Мы в программе, ребята, вас предупреждали о том, чтобы День Победы не отменяется, что все будет нормально. В принципе, так оно все спокойно и прошло, как и обещали и как и просили. Да. Нагоняли-сгоняли краски и тучи до, но 9-го все прошло в принципе спокойно. 17 депутатов наказали. Чуть-чуть был такой, как бы я бы сказал, легкий махач на площади из-за того, что там кто-то крикнул фразу про Украину. Ну это быстренько все как-то вот. На фоне ожидаемых провокаций это все оказалось очень мелко. Честно, я очень сильно переживал в тот день. Ну я прям переживал. Ну я реально переживал. Как гражданин этой страны. Я как раз был в густонаселенном месте. Я как раз был в районе Валя-Морелор. Я ждал, когда сюда начнут люди идти там с флагами. И я думал сейчас, что я здесь делаю. Да, понимаю. На самом деле все спокойно. Спокойно, да. Но тем не менее, вы знаете, да, что в любом случае открыты были, ну как дела, да. То есть открыты были все. Составлены протоколы. Протоколы, да, да, да. Были составлены протоколы. И речь шла о том, чтобы лишить депутатов, кто носил георгиевские ленты, лишить иммунитета. Вот министр юстиции, у нас есть юстиция и есть министр. И он работает. Сергей Литвиненко считает, что депутатов, носивших георгиевские ленты 9 мая, не обязательно лишать иммунитета, чтобы привлечь к ответственности за нарушение закона. По словам министра, раз речь идет о штрафе, то процедура снятия иммунитета не обязательно. Вот. Глава министра также отметил, что согласно Конституции депутатам необходимо лишить иммунитета для задержания, обыска и суда над ним. Остальные действия с точки зрения, ну с юридической точки зрения можно выполнить без процедуры снятия иммунитета. То есть, мне кажется, немножко, конечно, тут запереживали депутаты, что сейчас еще... Ну, если протоколы составлены, так понимаю, что они будут все равно оштрафованы. Но меня тут интересовал моральный аспект, потому что если депутаты призывали и демонстрировали, что закон не надо выполнять, с чего они взяли, что люди ограничатся в таком случае не выполнением только этого закона? И это не распространится и на остальные законы? Ну, здесь видишь, здесь все гораздо глубже, потому что человек, который... Ну, мы же говорим не просто, знаешь, про соседа. То есть, это человек, который занимает высокопоставленный пост, у которого есть свои, да, определенные функции и права, да-да-да. И сейчас, получается, что мы, глядя на наших депутатов, как говорит Лиля, абсолютно верно, мы можем дальше, получается, пойти в разгул, в разнос. Ну, как это... Как когда-то у нас был хэштег на тему свадьбы Кику, да. То есть, у нас у всех, у ведущих было такое, Кику может, и мы можем, да. То есть, как бы, им вот... Мы хотели тоже, мы хотели тоже тогда на свадьбах работать. Вот. Но, тем не менее, факт остается фактом. 103 человека официально, по официальным данным, были оштрафованы за использование Георгиевской ленты. Из которых 10 депутатов, и, что самое интересное, и епископ Бельц Палешт Маркел. Да, вот. Но самый веселый случай там был, когда Порумбел выпускал Порумбела, и говорят, что вылетающий из его рук голубь решил его отблагодарить, так сказать, и оставить там в руках что-то, что он биологическое оружие, да? Да, да, да. Вот. И на замечательном видео, которое показали, люди спорят. Игорь Николаевич растер и что-то наговорил, чтобы деньги множились и шли в семью. Или заодно вытер и решил, что надо с сыном поделиться. Но видео действительно замечательное. Будем посмотреть, наблюдать, чем это закончится, что будет множиться, что будет растираться. Ну, голубь подблагодарил голубя, а кот Софана молча наблюдала, если говорить о выборах. Так что, друзья, да, если уже где-то рядом птицы, берите их. А нигде как. Да, все, что они могут вам дать, это только это, поверьте мне, потому что им нечем делиться. Я могу с себя снять, там, не знаю, штаны и кроссовки, да? А что дать голову? Давай не сейчас. Давайте. Да. Это вот странные, знаете, вот эти вот, да, да. Странные вот эти какие-то вот желания. Видимо, лето скоро. Да. Так. Что у нас происходит еще? Да. 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 Да, да да. Да. Да, да. Это же 謝謝, да, да. А herdите или анас мёрч, да, да, да. Да, 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 я уже правильно отсмотрена. Анатол cryо, да, да, да. Да, да. Я не буду, но не буду. Браво, коррект, потому что луна на нас обещает, дандыта с гипотокорами, и оттенг скопырами, и это все-таки, и на самом деле, но и на самом деле, динамическое, это более корупости, которые, скажем так, которые и на самом деле, и системы органов и организации, и системы окончания и муниципалы. Нет, это те, кого поймали, за кого взялись. На самом деле коррупция у нас вверху неплохо жила все эти годы. Просто, как говорится, тяжелее добраться. Но мы надеемся. Кстати, Миш, ты знаешь, что средний портрет коррупционера молдавского это мужчина средних лет? Я не понимаю, почему вы на меня это все сейчас тыкаете. Я в этом плане абсолютно чист. На момент, когда я только рос, я имею в виду там учился и сдавал экзамены, у меня тогда не было достатка, то есть наша семья инженеры. И у меня просто как бы, я прям пахал и работал. То есть не было никогда такого желания или соблазна. А сейчас, тем более, я просто не вхож не в какие-то, скажем, официальные, не знаю, кабинеты или еще чего-то. То есть я телеведущий, ведущий. У меня здесь как бы все в этом. Но по поводу коррупции у меня почему-то была ассоциация с проституцией. Нет, я к чему. Чисто берем сейчас как... Я подозреваю, что там другой будет. Нет, нет, нет. И гендерное возрастное. Нет, там... Да, сейчас посмотрим, кто. Ла чини трей зэш трей ла сута, да? Нет, я к тому, что все знают, что она есть. Ну, то есть как бы вот в каждой стране знают, и во всем мире знают, что она есть. И ее как бы вот как бы не пытались вроде бы как бы искоренить, там спрятать. Все понимают, что она существует. Вот я сижу и думаю, мы коррупцию победим когда-нибудь. Или это будет как... Мы просто будем знать, что она есть. Вот как с этим быть? Да, ну что, чертрибинский скибик, ассоциация с пара коррупция, но, probable, это тем, что там люди, которые еще промываются дарят Адимит, это тем, что все существует. Потому что здесь уже... Часто да, если импликают авторитет. Но, честно скажу, любая европейская страна, даже вот соседняя, потому что ближе, опять же, Румыния, там никто с тобой не торгуется. Никогда. То есть вот если тебя там штрафанули, то как бы тебя штрафанули. Там невозможно договориться. И куметру, который закроет дело, тоже нет. Да, да, да. А что, разве не идет какая-то... Мне так кажется, что мы как будто лучше становимся. Я хожу в налоговую. Честно, вот я прям... И мне, когда все вот смотрят... Я утром как встану, сразу в налоговую. Посмотрите, девочки опять смеются. Со мне все смеются. А я иду в налоговую прям в предвкушении. То есть за справочками. Милости просим, пожалуйста. А я-то думаю, Миша, ты до программы жаловался, как поздно лег спать. Я-то думаю, что он в налоговой, а он же по принципу заплати налоги и спи спокойно. Да, ребята, поэтому как бы не надо заботить собак. Ну, чтобы... Только чтобы стали свидетели в итоге, как делает пропаганда вместе с фейком. Но об этом лучше расскажет, наверное, мой коллега, у которого гораздо больше опыт работы в журналистике, чем у меня. И он вам расскажет очень много о том, что такое пропаганда, что такое фейк-ньюс и как правильно информироваться. У меня было с вами очень интересно, весело. Надеюсь, нашим зрителям было тоже интересно. Я ухожу и после рекламы сюда садится в это кресло совершенно другой человек. Ну, обещай вернуться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Семкин